Время душит кисти, мое счастье в небыте, и вы сбрасываю кистья, чтобы вновь их распустить. Экстраба, у меня зовут Ликей, вы смотрите канал Дай 5 и шоу по факту. Во многих странах мира необходимые людям вещи являются платными, и если задуматься, то этот факт уже не кажется таким логичным и правильным, особенно когда знаешь, что есть страны, в которых эти же вещи абсолютно бесплатны. Сегодня я расскажу о 10 платных вещах, которые в будущем должны стать бесплатными, если мы хотим, чтобы это будущее наступило. Почему общественный транспорт до сих пор является платным? Нет, есть страны, преуспевшие в этом вопросе, например, в эстонской столице Таллине, горожанам не нужно за него платить, или Рига, там школьники и пенсионеры пользуются им свободно, но в большинстве городов и стран он платный. Людям в любом случае нужно добираться до работы, благодаря которой они платят налоги, кстати, либо по любым другим делам. Получается, что сейчас, не имея в кармане денег, ты не можешь банально доехать до больницы, так как с некоторой долей вероятности будешь оштрафован. Вы построили огромный город, так дайте мне тогда доступный транспорт, общественный транспорт должен быть бесплатным. Большинство из нас живет не на теплых островах где-то в океане, поэтому зимой за окном довольно холодно, а отсюда следует, что дома должно быть тепло. Но в случае, если человек не оплатит это самое отопление, которое стоит ни копейки, ему без угрызений совести его тут же отключат. Не в самое простое экономическое время люди и так забыли об отдыхе и развлечениях, так тут еще и банальное тепло в квартире достается многим диким трудом. И это в 2018 году, в году, когда нам рассказывают о мощных ракетах, высоких технологиях и прочем. Образование от начального до высшего должно быть бесплатным. То, что стоит нормальных денег, правительство, видимо, считает необязательным. А если образование оно считает таковым, то чего можно хотеть от такого правительства? Как можно хотеть развития как человека, так и целого государства, когда тебе нужно думать о том, как бы обеспечить себе тепло, еду и транспорт? Так сюда до кучи добавляется еще и образование, в которое хорошо бы погрузиться с головой. Но сделать этого не получается потому, что государство, пока ты живешь, хочет на тебя хорошенько заработать. Без мощного образования и здравоохранения у страны нет будущего. Электричество должно быть бесплатным для всех в любых количествах. Если ты думаешь, ликер, что ты несешь, ты совсем с ума сошел? То я тебе отвечу, что это мнение великого ученого Николы Теслы. Может, он является для тебя авторитетом? Он считал, что вся наша планета один большой источник энергии, и электричество должно стать свободным в первую очередь. Сегодня вокруг нас существует множество бесплатных ресурсов, в числе которых ветер, солнце, течение. Но и это все правительство решило монетизировать. Слуги народа, так сказать. Банда чертова. Давайте сразу поясним, чтобы потом не было недопониманий. Говоря о бесплатной еде, имеются в виду основные продукты, например, хлеб, молоко, рис. О деликатесах мы не говорим, и так непонятно, зачем они нужны. Так вот, все эти продукты производятся конвейерным образом, никто за мясом с копьем в лес не бежит. Но как я могу находиться в комфорте и думать о развитии, пока мне нужно решать, где достать кусок еды, если у меня, скажем, нет денег? Не факт, что государство накормит меня бесплатно, а за кражу, вы сами понимаете, что со мной могут сделать. Правда, потом за эту кражу меня будут бесплатно кормить в тюрьме. Хм, может прочую еду сделать бесплатной сразу? Топливо в виде бензина и газа, мало того, что не бесплатно, так еще и стоит довольно ощутимо, особенно в Европе. Но ведь топливо является природным ресурсом, полезным ископаемым, оно должно делиться между нами поровну, здесь не может быть двух мнений. Если кто-то хочет парировать, что нефть нужно добыть, затем переработать и транспортировать, то я отвечу, что мы платим налоги, и этим все будет сказано. Человечество когда-нибудь обязательно сделает серьезный технологический прогресс, но сначала у нас появится бесплатная медицина. Такие страны есть, но их меньшинство. И я не имею в виду условно-бесплатную медицину, когда в бесплатной очереди тебе нужно ждать по полгода, чтобы попасть к врачу, а платно ты можешь прийти хоть в этот же день. Получается, что зачастую человек должен работать, как всегда, напомню, платя налоги, для того, чтобы потом лечиться от этой работы. Или эти сборы средств для лечения кого-либо за границей, когда нужно условно включить какой-то аппарат, а затем пройти реабилитацию. Да многие запускают свое здоровье из-за нежелания тратить деньги, которых уже и так нет из-за отопления, электричества, еды и транспорта. Даешь бесплатную медицину. Пока еще большинство это кажется диким, но и жилье должно быть бесплатным. Почему до сих пор за бетонные коробки мы платим бешеные деньги, или даже берем кредиты на треть жизни? И ни у кого не возникает особых вопросов. Да в центре некоторых крупных городов, из-за их пределами стоит куча пустых зданий, в которых никто десятилетиями не живет. Но так как это является частной собственностью, поселиться там нельзя. В итоге ни хозяин с этим ничего не делает, прохлаждаясь где-то на Кипре с кучей моделей. Ни человек без жилья не может этим воспользоваться. Опять же, если вы хотите поспорить со мной, изучите идеологию Жака Фреско и проекта Венеры, где как раз и рассказывается о бесплатном жилье и не только. Да и по опросам люди тоже ставят бесплатное жилье как важную вещь жизни. Где-то в космос уже запускают спутники для обеспечения бесплатного интернета людям, а где-то блокируют приложения и сажают за репосты. Платный интернет, это вообще абсурдно. За лишние 500 мегабайт мобильного интернета нужно платить какие-то космические деньги, кабельный интернет тоже платный, а если при некоторых тарифах перерасходовал лимит, то может прийти огромный штраф. В 2018 году это просто недопустимо. Уже все вышки стоят, все кабели протянуты, все, расслабьтесь, все уже окупилось по 20 тысяч раз. Вот увидите, в будущем люди просто не будут понимать, как интернет мог быть бесплатным или ограниченным. По сути, уже все делается через интернет. Общение, покупки, навигация. С таким же успехом можно будет взимать плату за воздух или физическое перемещение. За то, что пользуешься асфальтом. Его ведь тоже когда-то положили. Ну и самое главное, платный общественный туалет, где бы то ни было, это верх маразма. Видя такое, хочется сразу спросить, как тебе такое, Илон Маск? Если туалет платный в заведении, это просто непонятно. Я и так пришел к вам, заплатил, вы еще и туалет платный делаете. Это какое-то дикое жлобство и неуважение клиентам. Нужно изначально проверять, платный ли туалет, и лишь затем решать, оставаться ли, например, в этом кафе. Платный общественный туалет на улице, это непонятно вдвойне. Окей, у меня нет денег, но мне стало плохо физически, и терпеть больше не получается. Если я сделаю свои дела на улице, то в лучшем случае я получу осуждение окружающих, а в худшем, что даже более вероятно, добрый полицейский меня еще и оштрафует. У нас должны стать бесплатными все 9 предыдущих вещей, но давайте начнем хотя бы с туалетов. Я буду рад, как человек из недалекого будущего, который пользуется всеми этими вещами бесплатно, если ты поставишь лайк под это видео, а также предлагаю посмотреть тебе топ-5 недооцененных вещей и 10 умопомрачительных рекордов скорости. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!